Всем привет! В эфире Неверньюс, а в студии Диана Желенкова. Новости из жизни университета в ближайшие несколько минут. Итак, сегодня в выпуске. В КФУ продолжается цикл онлайн-мероприятий для иностранных абитуриентов. Дипломы получили выпускники Института вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Состоялось совещание с ректорами российских вузов. Валерий Фольков провел совещание с ректорами российских университетов и институтов. На повестке дня стояло обсуждение программы стратегического академического лидерства для вузов. Подробности далее. 10 июля в дистанционном формате министр науки и высшего образования Валерий Фольков провел встречу с ректорами российских вузов. В совещании принял участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Валерий Фольков рассказал о предложенных представителями высшего образования страны изменениях в программу стратегического академического лидерства и подчеркнул, что министерство продолжает работу над ее усовершенствованием. Напомним, в программу смогут войти от 100 до 150 российских вузов. Ее ключевые принципы – кооперация и интеграция. Будет приветствоваться объединение вузов в консорциумы с научными организациями и предприятиями. Предполагаются два возможных уровня участия – национальные исследовательские университеты и опорные вузы – территориальные и отраслевые. Бюджет программы в 2021-2024 годах составит 52 миллиарда рублей. Кроме того, предполагается софинансирование со стороны регионов и бизнеса. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Фарид Захет Углы, Универньюз. Казанский федеральный университет ежегодно привлекает огромное количество иностранных абитуриентов. Для того, чтобы ближе познакомить ребят с университетом, КФУ устраивает Дни открытых дверей. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в онлайн-формате. В Казанском федеральном университете прошел день открытых дверей для абитуриентов из Китая на их родном языке. Онлайн-формат мероприятия привлекателен тем, что подключиться к трансляции ребята смогут из любой точки мира. Трансляции проходят на площадке Microsoft Teams, а также на YouTube-канале Универтовая. Мы входим в сотню и в 75 лучших университетов мира по предметным рейтингам в сфере образования и в сфере нефтегазовых технологий. Количество студентов университет большое, сам кампус еще и очень многонациональный. У нас обучается порядка 9,5 тысяч иностранных студентов из более чем 105 стран мира. Во время прямого эфира абитуриенты активно задавали вопросы. Многих интересовал вопрос о вступительных испытаниях. Если вы не успели принять участие в первой волне вступительных испытаний, не расстраивайтесь. У вас есть возможность принять участие во второй волне вступительных испытаний, которая состоится с 13 по 25 июля. Пока неизвестно, начнут ли вузы новый учебный год в традиционном формате или продолжат обучение дистанционно. Казанский федеральный университет готов к работе в левом формате. Лиля Талипова, Универньюс. В КФУ продолжается вручение дипломов выпускника. 10 июля их обладателями стали выпускники Института вычислительной математики и информационных технологий. Смотрим. 10 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Поздравил выпускников директор Института Сергей Мосин. С одной стороны день радостный, с другой стороны печальный. За 4 года бакалавриата, 2 года магистратуры, конечно, мы привыкли к нашим ребятам. И не зря говорим, что и в МИД это большая дружная семья. В этом году Институт вычислительной математики и информационных технологий КФУ окончили 344 выпускника. Из них 148 с отличием. Как отметил Сергей Мосин, это самые ценные кадры в сфере IT по республике Татарстан. Из школьного курса по физике мы знаем, что жидкость отличается от твердого тела тем, что она принимает форму любого сосуда, в который ее помещают. Тем не менее, ученым удалось получить экспериментальное подтверждение того, что жидкости обладают сдвиговой жесткостью, что роднит их с твердыми телами. Об этом далее. Ученые из Великобритании, Китая и России с участием физиков Казанского федерального университета выяснили, что жидкости обладают свойствами твердых тел. Исследователям удалось экспериментально доказать наличие у жидкостей сдвиговой жесткости. Именно из-за этого свойства жидкость не может сохранять свою форму. Как оказалось, это свойство не выполняется на микроскопических масштабах. То есть, когда мы рассматриваем жидкость на очень-очень малых масштабах, то такое свойство, сдвиговая жесткость, в жидкостях проявляется. И жидкость себя ведет как твердое тело. Ну, например, если мы будем оказывать на жидкость какое-то механическое воздействие, то на микроскопических пространствах масштабах жидкость будет реагировать как типичное твердое тело. Исследования проводились в течение года. Ученые КФУ совместно с коллегами из Великобритании выбрали одни из самых перспективных экспериментальных методов. Метод по неупругому рассеянию нейтронов и метод по моделированию молекулярной динамики. Особенностью нашей работы является то, что она содержит в себе как экспериментальные оригинальные исследования. Это рассеяние медленных нейтронов. Далее разработана теория наша оригинальная, которая объясняет свойства. Объясняет и предсказывает ряд других свойств, которые мы продолжим исследовать и которыми мы в будущем будем заниматься. И также работа содержит результаты по моделированию молекулярной динамики. Этот метод реализуется на суперкомпьютерах, как правило. Расчеты делались на суперкомпьютере Казанского федерального университета. Данные исследования являются не только важными для понимания целого ряда фундаментальных научных вопросов, связанных с физикой жидкого состояния, но имеют практическое применение. Эти результаты, которые нами получены, они могут помочь и оказаться полезными при разработке способов управления процессами затвердевания расплавов жидкостей. Второе применение возможное, как нам кажется, это то, что наши результаты могут оказаться полезными в такой современной области, которая сейчас очень сильно и очень бурно развивается. Эта область называется нанофлюидика. Это жидкости, которые текут или которые находятся в очень малых ограниченных пространствах. Например, в капиллярах, в каких-то порах. Стоит также отметить, что данная исследовательская работа выполнялась при поддержке российского научного фонда. Ильвира Зорина, Универньюс. Жаркое лето может обернуться неприятными последствиями. Что делать, если случился тепловой удар и как его можно избежать, смотрите в нашем следующем сюжете. Уже более недели не спадает аномальная жара. Ежедневно столбики термометров превышают отметку в 30 градусов. В таких условиях даже самый здоровый человек может почувствовать себя плохо и имеет высокий риск получить тепловой удар, происходящий из-за длительного нахождения под палящим солнцем. Следует обратить внимание на такие симптомы, как нарастающую вялость, ощущение усталости, головная боль, жажда, головокружение, шум в ушах, боль вовремя тела, учащенный пульс и дыхание. Иногда появляется тошнота и рвота, усиленное потоотделение. Повышается температура тела, она может достигать 40 градусов и более шаткость походки. Длительный воздействительный температурный фактор приводит к тяжелой форме поражения, таких как судороги, потери сознания. У детей часто возникает носовое кровотечение. Для того, чтобы избежать теплового удара, необходимо в первую очередь ограничить время провождения на солнце, по возможности не выходить из дома с 11 до 16 часов дня, носить головные уборы, пить воду небольшими глотками, чтобы не перегружать сердце, избегать чрезмерной физической нагрузки, не употреблять спиртные напитки и носить легкую, не стесняющую движение одежду. После пребывания на солнце желательно принимать душ или делать влажные обтирания. Но что делать, если тепловой удар все-таки случился? В таком случае необходимо оказать первую помощь. Первая помощь при тепловом ударе должна быть направлена на прекращение теплового воздействия и охлаждение организма. Ваши действия. Вызываем скорую помощь. Переносим пострадавшую в прохладное место, в тенечек, то есть от солнца. Укладываем на спину, приподнимаем немного ноги, расстегиваем стесняющую одежду и по возможности обеспечиваем ему полпаку и достаточный доступ свежего воздуха. Если человек сознание, даем выпить крепкого холодного чая или охлажденной воды, лучше слегка подсоленной. Охлаждаем тело пострадавшим. Можно использовать мокрую простыню, прохладные компрессы, положить в подмышевую паховую область, а также на шею с целью охлаждения крупнокровенных сосудов. Эти мероприятия позволяют нам снизить температуру тела пострадавшим. Следим за состоянием пострадавшего до приезда скорой помощи. Диана Желенкова, Универньюз. Как в жаркую погоду не обгореть под солнцем и грамотно наносить солнцезащитные вещества? Смотрите в следующем сюжете. С наступлением жарких летних деньков нужно ответственно подходить к безопасности кожи. Как правильно загорать без рыда для здоровья, ее рассказала профессор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Наталья Степанова. Вы должны регулировать время пребывания на солнце. И особенно нужно обращать внимание, что активность солнца повышается по мере того, как оно становится более высоким на горизонте. Использовать солнцезащитные кремы, которые регламентируют время пребывания на солнце. Обязательно, конечно, нужно соблюдать водно-путевый режим. Наилучшую защиту обеспечивают тень, одежда и головной убор. А на открытые части тела, лицо и руки необходимо наносить солнцезащитный крем. На этом все. Не забывайте смотреть наши выпуски в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин